Бисмиллах. Ассаламу алейкум и рахматуллах и баракатух. Аллах, субханава тааля, в Коране говорит «Ва ля тахсабанна Аллаха гафилян, амма ямалу лалимун». «Не считай, о Мухаммад, ля тахсабанна». «Ля тахсабанна, не считай, о Мухаммад». Это здесь еще нул с таждидом. «Ля тахсабанна», для усиления. «Ля тахсабанна Аллаха, не считай, что Аллах, субханава тааля, небрежен, проявляет небрежность по отношению к тем, «Амма ямалу лалимун», о том, что творят албалимы. Албалимы – это те, которые несправедливость делают, творящие несправедливость. «Ва ля тахсабанна Аллаха гафилян, амма ямалу лалимун». Аллах, субханава тааля, все видит, за всем наблюдает. Аллах, субханава тааля, все у него записывается. Он представил каждому из нас двух ангелов, которые все записывают. И Аллах, субханава тааля, не является гафилян, то, что творят те люди, которые проявляют несправедливость. Исправедливость в этом мире, она видна. Кто-то делает какую-то несправедливость по отношению к Аллаху, субханава тааля. То есть, проявляет ширк. Не поклоняется надлежащим образом Аллаху, субханава тааля, а поклоняется кому-то или чему-то другому. Или предает наряду с Аллахом, со товарищей, что-то или кого-то. Это ширк. Это самый большой волем, самая большая несправедливость по отношению к Всевышнему Аллаху. Следующий вид несправедливости, это по отношению к самому себе. По отношению к самому себе. То есть, со своей душой человек остается и погружается в грехи, в греховные, в какие-то нехорошие поступки. Это в грех. Это уже в воле по отношению к своей душе. По отношению к самому себе. И третий вид, это по отношению к окружающим. По отношению к окружающим кто-то делает лолем, несправедливость. Это тоже порицаемая вещь. Итак, три вида. Три вида лолема по отношению к Аллаху, субханава тааля, а это ширк. Инна ширкаля лолему налым. Поистине ширк, самый великий лолем или самая великая несправедливость по отношению к самому себе. Это когда в грехах человек погрязает. И третий, это по отношению к людям, к окружающим. Творить лолем. Будь эти люди из числа и мусульман или не из числа мусульман. Здесь также нельзя творить несправедливость даже людям, которые не являются мусульманами. Как в хадисе пришло, Муаза б'нуджабаль, когда Расулллах, саллилллаху, алейхи вассаляма, отправлял его в Йемен, и он сказал, что бойся, да'ва тальмалдулюм. Поистине там жили в то время христиане, там жили ягуды. И Расулллах, саллилллаху, алейхи вассаляма, сказал, бойся, да'ва, дуа, аль-малдулюма, угнетенного, притесненного, бойся дуа такого человека. Фаиннаху лейса байнаха ва байна Аллахи хиджаб. Поистине между этим дуа, между этим дуа и между Аллахом нету хиджаба. Аллах, субханава Таля, сразу принимает дуа того, с кем поступили несправедливо. Малдулюм. Человек малдулюм. Значит, дуа нужно бояться. Бояться дуа от притесненного. И не делать дулюма, потому что Аллах, субханава Таля, не любит дулюм. И как сказано в священном хадисе, хадис Аль-Худси, Аллах, субханава Таля, Я, ибади, о, мои рабы, и не харамту дульма аля на вси. Я для себя сделал харамом несправедливость. Для себя я сделал харамом несправедливость. Значит, и так же сделал между вами несправедливость эту харамом. так не делайте друг другу дулюм. Не делайте друг другу дулюм. Поэтому Аллах, субханава Таля, если это не любит, если он недоволен этим, значит, нам нельзя поступать вероломно, нам нельзя проявлять несправедливость по отношению кому-то из махлюков. Из махлюков. Понятно, да? И Валят Ахсабанна Аллаху гафилен амма ямалу балимун иннамаю ахирухум ли яумин ташхасу фигель абсор поистине Он этим валимым, несправедливым людям, нечестивцам, тем, которые творят нечестие, тем, которые творят зло, которые творят несправедливость, Он им откладывает до того дня, когда взоры взоры перевернутся до судного дня, когда перевернутся взоры, у людей перевернутся взоры, и даже не вернутся, вот в Тафсирах говорится, там даже не вернутся в обратное состояние. Ташхасу фигель абсор Это будет самый страшный день, судный день, и Аллах субханава Тааля, Он все покажет, все покажет, принесут книгу наших деяний, и каждому дадут, и каждому дадут его книгу, и каждый увидит в этой книге все свои деяния. Хоть он и будет говорить, я что-то забыл, я что-то призабыл, делал ли это, это не делал, но ангелы, которые к нам приставлены, и которые записывают все наши благие поступки, и хорошие поступки, они принесут эту книгу, и там будут все наши поступки, и поэтому Аллах даёт отсрочку этим нечестивцам, этим несправедливым грешникам, и в судный день он воздаст сполна, воздаст сполна, и тот, кто найдёт благо, то пусть говорит Алхамду Лиллях, а тот, кто найдёт зло, тот, кто получит зло за свои плохие поступки, то пусть только самого себя он ругает и порицает. Аллах Аллах и 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 Аллах и